Друзья, всем привет! Мы в Дубае, у нас отпуск, уже второй день, мы находимся здесь. Сегодня хотим для вас отснять дорогу до самого высокого здания во всем мире, Бурдж-Халифа. Посмотрите, его видно прямо с нашего отеля, буквально полчаса пути. Хочу все исследовать именно пешком, и это намного-намного эффективнее и интереснее. Посмотрите, какая тут архитектура! Просто архитектура поражает настолько, то есть ты выходишь, ты понимаешь, насколько ты маленький и насколько здесь все технологично, насколько здесь все продумано. Посмотрите метро, то есть вот этот мост, это не мост, это метро. Здесь ездят машины, причем пробок абсолютно я не вижу. Мы в этот раз не поехали в дорогой центр Дубай Марина, мы остановились в бизнес-центре, здесь на порядок цены ниже. Мы уже ощутили это по нашим обедам, ужинам, потому что завтрак у нас включен в отель. Отель, если вас интересует, вы пишите, я вам подскажу, какой отель можно выбрать. Передвигаемся мы пока на такси. Мы еще пока не разобрались с автобусами, метро, но это все в процессе. Мы движемся в сторону Бодж-Халифа, вот вы его видите перед нами. Буквально 30 минут надо идти пешком. Посмотрите, какие здесь дороги, насколько они качественно сделаны. Причем по сравнению с Мариной, это достаточно зеленый район. И пока я его изучаю. Обратите внимание, очень много с открытыми крышами машин. Очень много женщин за рулем. И сейчас очень прохладно на улице. Просто погода какая-то невероятная. Бриз, ветерок, все как надо. Друзья, пользуемся мы пока Карим-такси. Чтобы проехать 5 километров, где-то будет 7-10 долларов. Потому что считается и посадка, считается еще время часовое, когда загружены дороги, когда не загружены. То есть посадка бывает и 2 доллара, бывает и 3 доллара. Ну и потом считаются километражи. Мне очень нравятся эти высокие здания. Действительно, каждое здание это как произведение искусства. Причем они все разные. Можно каждое рассматривать, рассматривать. Вот эти вот поблизнецы похожи. Здесь очень уважают пешеходов. То есть заранее останавливают. И мы переходим дорогу. В этом плане прям тут очень и очень строго. Вот сейчас остановились, и мы перейдем спокойно на дорогу. Посмотрите, какие ограждения. Они такие прозрачные. Много велосипедистов. Много на самокатах. Рядом с нами метро. Вот вы уже видите. Здесь метро. Он совсем рядом. Наверное, 1 километр даже может быть меньше. Поэтому очень удобная локация, где мы живем. В этот раз не поехали в Марину. Там было в прошлый раз... Ну, в прошлом году, да, год назад мы были в Марине. Там было достаточно дорого. И здесь, в бизнес-районе, ощущается, что можно и не очень дорого слетать в Дубае. И тем более питаться. Сейчас мы с вами зайдем перекусить. И потом уже отправимся дальше пешком. Проходим. Здрасте. Hello. Мы были здесь вчера. И вот сегодня, наверное, пройдем за тот же столик. Вот сюда можно. Ну, смотрите. Цены 15 дирхам, 18 дирхам, 26 дирхам. Где-то 3,7 стоит 1 доллар. Ну, и вот такие вот цены. То есть, в среднем покушать здесь будет стоить где-то от 5 долларов и выше. Кухня тут индийская, арабская, китайская, филиппинская. Ну, и местная. Еще есть мексиканская. Принесли нам чай с молоком. Это напиток арабский. Я уже его пробую второй раз. Первый раз вот я попробовала, познакомилась с ним в Шаджи. И сейчас в Дубае. В Дубае их мне даже, ну, не знаю, в зависимости, наверное, от места, где мы его пьем. В Шаджи я пила на базаре, на рынке. Сейчас я пью в кафе, в ресторане. То есть, это что-то смешанное посередине. И вкус, знаете, как чай со сгущенкой. И еще есть там специя кардамон. И он так бодрит, как кофе. Касательно Рамадана. Сейчас нельзя сидеть на улице до определенного времени. После 7 часов вечера можно уже сидеть на улице в кафе. Открываются кафе уличные именно. Сейчас пока все закрыто. Но при всем при этом на пляже мы спокойно ходим. Там можно кушать, там можно купаться. То есть, никаких запретов, как было раньше, там лет 5 назад, во время Рамадана нет. Практически все доступно, все открыто в пляжной зоне, в туристической зоне. Что касается других Эмиратов, конечно, там построже. В самом Дубае очень все демократичное, могу сказать. Единственное, вот только нельзя сидеть на улице и прям демонстративно кушать. То есть, желательно соблюдать вот этот режим, ну, как во всех мусульманских странах. А, кстати, погода сейчас 23 градуса, прохладно. Днем вот в обед самый такой пик было около 30, причем к вечеру очень быстро падает градус. И вчера мне было даже прохладно, я была в кофточке. Сейчас начало апреля. То есть, погода меняется с каждым годом, и апрель становится очень-очень комфортным временем для посещения именно Эмирата, Дубаи. Свежевыжатый манго, как в Таиланде. Стоит такой сок 13 бархам, это где-то... Сколько, Паш? 4 доллара? Да, где-то 4 до 4,16. Меньше, чем 4 доллара, 3,5 доллара. Нам принесли чесночный хлеб, смотрите, он горячий, такой прям с дымком. Здесь у нас фишн-чипс, рыба с картошкой жареная, и хумус. Почему-то очень арабый этот хумус. Хумус есть практически во всех кафе, и мы сейчас его попробуем с хлебцем. Ребят, мы покушали, у нас был сок манго, потом 2 чая, фишн-чипс, хлеб, хумус, и вышло у нас 51 дырхам, это где-то 13 долларов. На двоих мы покушали. Переходим мы на... Сейчас я вам покажу. Нам нужно перейти через вот этот вот туннель и попасть на ту сторону улицы. Мы зашли в метро. Здесь и метро, и переход на ту сторону. Все очень прохладно. Сейчас мы с вами поднимемся по экскалатору, и уже окажемся на той стороне, где сам бизнес-город. Пока мы идем по пешеходному переходу, я вам расскажу про район, где мы живем. Называется он Бизнес Бэй. Здесь проложена главная водная артерия города. Это канал Дубай Water Canal. Он совсем рядом, с правой стороны. Бизнес Бэй – это один из самых фешенебельных районов Дубая. Район пятизвездочных отелей, офисных центров. Мы зашли в переход. Смотрите, какой вид отсюда. Как будто ты в какой-то компьютерной игре, либо в каком-то будущем, знаете. Такое ощущение все время, когда ты гуляешь по Дубаю. Ребят, посмотрите, сколько людей. Это вот на самом деле самое такое деловое сердце. Дубай. И как раз время, когда люди все идут с работы. И я думаю, что это будет вам прям интересно. Настолько здесь все оживленно. То есть, обычно ты видишь туристов. А здесь мы видим именно людей в деловых костюмах, которые идут с работы. Автобусы очень чистые. Везде кондиционеры. То есть, во время жары ты передвигаешься с автобуса в метро, в машину, в офис, где всегда есть кондиционеры. Поэтому люди чаще всего в зимних туфлях, посмотрите, потом в пиджаках, в рубашках. То есть, вот обращайте внимание на это. Хоть здесь и там 40 градусов жары, люди всегда одеты. Достаточно тепло, потому что во всех, во всех торговых центрах, офисах здесь очень много кондиционеров. Я тоже первые несколько дней адаптируюсь по все это. Потому что после Узбекистана сложно адаптироваться, что везде кондиционеры, везде дует. И надо привыкнуть к этому. Прошли мы участок с транспортом. Идем дальше. Да, наша бодж-халифа. Люди достаточно добрые, отзывчивые. То есть, нет такого, не снимайте меня. Все идут на контакт. Велосипеды, потом самокаты. Всего этого много. Смотрите, газон. Все в идеальнейшем состоянии. И мы путь держим в ту сторону. Обратите внимание на переходы. То есть, они специально выделены. Нравится наш обзор сегодняшний. Мы все, идем. Идем дальше. Да, бодж-халифа. Здесь магазины. Тоже какой-то большой супермаркет. Мы на обратном пути, скорее всего, зайдем. И пока нам нужно поменять деньги. Идем вот в такие здания нас сопровождают. Переходы. Причем переходы все наземные. Да, правильно называется? Это какое-то новое здание. А, парковка это, да? Смотри, многоуровневая. Осторожно, здесь кольцевая. Вообще, мне очень нравится именно вести блог за границей, потому что здесь все очень лояльно на это смотрят. И никто на себя не обращает внимания по сравнению с Узбекистаном. В Узбекистане ну, можно сказать, что не совсем удобно чаще всего снимать. Многие не разрешают, кто-то комплексует. В других странах с этим вообще все очень просто. И я практически никогда не слышала меня не снимаете или что-то в этом роде. Все достаточно приветливые, улыбчивые, и все могут всегда тебя поддержать в блоге. Разрешают снимать рестораны, разрешают снимать отели. Очень положительно реагирует компания, и ты спокойно можешь написать, вот сегодня мы писали в музей будущего, что хотим сделать съемку, и они с удовольствием идут сотрудничать с тобой. Ну что, опять указатель. Уже Будж-Халифа-стрит, и он находится вот за этим высоким зданием. Я вижу пику. Параллельно едет автобус. И сейчас мы пройдем, как-то вот на ту улицу проходим светофоры. Очень часто есть на пешеходных переходах светофоры. Денис и Федий ходят в горы, а мы идем пешком до Будж-Халифа. Друзья, ну что, вот наша финишная прямая. Перед нами Дубай-мол, Будж-Халифа. И мы прошли, где-то шли минут 30. Ну и еще мы перекусили. И вот мы сейчас пройдем на ту сторону через Дубай-мол, и мы уже будем в Будж-Халифе. Посмотрим шоу сегодня. Я могу смотреть это каждый год. Шоу мне нравится. у нас здесь начинается Дубай-мол вовсю. Я снимала выпуск ранее про Дубай-мол. А, thank you. Так, не разрешили. Нам сказали обойти. Здесь какое-то мероприятие. Все очень нарядные. Ребят, ну мы дошли. Вот позади меня Будж-Халифа. Совсем-совсем рядом. Нам буквально нужно пройти одну улицу. Смотрите, сколько зелени в этом районе. Вообще содержать такой зеленый парк возле учреждения достаточно дорого в Дубае. И в этот раз мы поселились именно здесь. Здесь побольше зелени в этом районе. Ну и как бы прямо возле нашего отеля есть парк. Мы еще там не были, потому что сегодня практически второй полноценный день, да, когда мы приехали сюда. Если вам интересно, мы будем вам рассказывать побольше про Дубай, я вам буду более детально все рассказывать. Выпущу я пробное видео, насколько вас заинтересует вся эта история. Если вы меня поддержите лайками, их будет пять тысяч, ну хотя бы пять тысяч, то я обязательно буду продолжать. Мы будем снимать вам, как мы проводим здесь время. Мы обязательно пойдем в аквапарк. У меня совсем скоро день рождения, и я хочу его отметить в аквапарке, здесь Дубай, и практически ради этого мы сюда приехали, потому что аквапарк крутой, и мне там очень нравится. Там просто невероятные горки, вот такие вот дела, поэтому поддержите лайком, и обязательно подпишитесь на канал. И проходим дальше. Здесь паркуются машины, зайдем внутрь Дубай и пойдем прям к Лучше Халифу. Здесь шоу фонтанов. Обратите внимание, смотрите, какие потолки, смотрите, какие машины. Тут девушка приехала в машину сюда. Заходим. Thank you. Смотрите, какая красота. мы попали сразу на очередь в Кортье. Такая вот очередь Эрмес. Как музей, знаете? Здесь очередь Кортье. Очереди в Роликс нету. Каждый раз, когда приходишь в Дубай Мол, ты заходишь с разного хода. Здесь нужна целая карта, чтобы не заблудиться. Сейчас мы попали в самый богатый и дорогой раздел, отдел, где Гуччи, Прада. Посмотрите, Гуччи двухэтажный. То есть магазины, они как целый музей. И здесь у нас Сен-Лоран. Дальше на втором этаже Миу-Миу. Как здесь пахнет вкусно. Ботега. Вот она. Пройдем дальше. Прада, там Форд. Я в этой части Дубай-Мола кажется в первый раз. Обычно заходишь центральный, туда привозят такси, а мы зашли в другой стороны, где лакшери магазин. Вот очередь в Карте, очередь в Эрмес. Больше всего в Эрмес. Да, больше всего очереди в Эрмес. Валентина. И мы поднимаемся на эскалаторе. дальше. Просто какой-то невероятнейший магазин, конечно. Торговый центр. Очень модные сейчас поэтки. Все, чтобы блестело. Очень много платьев. Конечно, гуляешь тут. Не так тебе. Хорошо. Валентина. 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 Продолжение следует...